В лагере, где содержатся сотни российских военнопленных, нет ни одного осужденного. Все они ожидают процедуры обмена. Лагерь расположен максимально далеко от линии фронта, как и предусматривается Женевской конвенцией. При приёме каждый новоприбывший военнопленный получает комплект одежды, форму, средства гигиены, посещает ванную комнату и, если согласен, его могут подстричь. Также каждый проходит медосмотр. «Это мешки с одеждой новоприбывших. Это в основном российская военная форма. Есть прозрачные мешки, там всё видно, бирки с именами. Они эту одежду получают, когда идут на обмен. Никакие украшения у них не забирают». После приёма военнопленные проходят 14-дневный карантин. На территории лагеря есть также медицинская часть, где содержатся раненые. «Шейка бедра сломана». «Как вам надают тут помощь? Расскажите, какие условия здесь?» «Перевязки. Вот у меня раны, так сказать, ну, все максимально возможные. То, что можно сделать для меня в данный момент сейчас. Перевязки, покой, так сказать, кормят. Всё. Всё самое необходимое. Хорошо. Очень даже хорошо». Медчасть лагеря оснащена всем необходимым оборудованием. Здесь, на месте, могут проводить даже операции. «Здесь есть почти все профильные специалисты – и хирург, и терапевт, и психиатр, и дантист. Мы сейчас находимся в кабинете дантиста. Очень новое современное оборудование. Оно закуплено в 2021 году. Вполне можно получать качественные услуги. И ничего подобного в российских местах содержания, к сожалению, нет». У российских военнослужащих есть возможность работать за свой труд. Они получают зарплату на эти деньги. Могут покупать сигареты, дополнительные средства гигиены или сладости. Рабочий день в лагере – 8 часов. «У нас все, кто находится в лагере, они все работают. Кто-то занимается сборкой пакетов, кто-то на сборке диванов занимается, сварщики также. Каждый занятся работой. Без работы никто не остается. Когда приходит оплата, выполнен заказ, все сделаны. И после этого, как в магазине, приобрести сигареты. Ну, кому что надо. Кто курит, курит он сигареты может себе приобрести. Сладкая, рыльно-мыльная, что необходимо, например, бритвенные станки». В свободное время, которое предоставляется российским солдатам ежедневно, они могут читать книги, играть в футбол, если позволяет погода, шахматы и другие настольные игры. В лагере оборудована комната отдыха, где можно смотреть телевизор. «Мы работаем по распорядку. Вечером телевизор, в свободное время там побриться и отбой. Что смотрите? Ну, иногда фильмы. В основном новости интересуют всех, когда что закончится». В лагере организовано трёхразовое питание. В рационе мясо, рыба, разные группы, супы, хлеб и чай. Все продукты хранятся на специально оборудованных складах. «Это то, что они потребляют. И мы видим, в каких условиях это всё хранится. Здесь у нас овощи, здесь у нас консервация. Они это всё едят. Здесь очень хорошая вентиляция, сухо. По Женевским конвенциям мы обращаемся с военнопленными согласно международному гуманитарному праву. К сожалению, в отличие от России, которая плохо кормит и издевается над нашими военнопленными. Поэтому мы хотим показать, как у нас в европейской стране, в Украине содержат военнопленных, в каких они условиях пребывают и требовать того же от России». Условия содержания военнопленных, согласно Женевской конвенции, позволяют им поддерживать связь с родными. Сейчас вместо писем используют телефоны. «Я разговаривал со своей женой, звонил в Донецк. Да, да, конечно. Дают позвонить, поговорить с родными, близкими». «Это вообще было для нас новостью такой, что мы, находясь в конфликте с вами, грубо говоря, война идёт. Можно позвонить домой, можно получить передачу. Поэтому очень хорошо. Спасибо, что придерживаетесь всех норм, европейских или мировых. В этом плане всё было, да». Не менее важно, что российские военнопленные также могут получать и посылки от родных. «Термобельё сладкое и носки, трусы, битва. Хорошая возможность для того, чтобы получать. Это хорошо, что можно получить посылки». На содержание одного российского военнопленного Украина тратит около 10 тысяч гривен в месяц. Лагерь открыт для миссии ООН и для Международного комитета Красного Креста. Их представители могут посещать лагерь в любое время.